Мальчик, писающий на черный квадрат. Эта работа запорожского графика Леонида Томилина шокировала столичную публику. Сегодня, как и 26 лет до этого, художник все еще ищет цвет квадрата Малевича. Создана целая серия работ. Проект охватывает большой спектр визуальных объектов от графики, живописи до фотоколлажей. Увы, истинных ценителей, как и культуры в целом, в Запорожье, по мнению художника, нет. Кроме этнических каких-то форм, которые у нас на достаточно высоком уровне, как часть культуры представлена, у нас нет, извините, объединений с современным искусством, полноценным. Именно полноценным. У нас нет современного искусства. Если кто-то верещит обратное, то я уже говорил об этом. Есть авангард для бедных или культур-мультур по-запорожски. Прежде чем работы попадут на выставку, может пройти не один год. Зачастую сырые, как их называет создатель, остаются пылиться в мастерской, пока у автора не наступит тот самый резонанс. Самые лучшие свои работы, по секрету тоже скажу, они сделаны как бы невзначально. Художник, который театрально садится, морщит лоб и начинает, как вот я сейчас буду творить, я не верю этим людям. Не морща лоб, вводя карадашом по бумаге, во время разговора нашей редакции достался вот такой дом. Именно этот символ уюта появляется в работах графика чаще всего. Кроме проекта «Здравствуйте, господин Малевич», у меня есть еще два задуманных проекта. Но об этом знают буквально считанные единицы люди, но теперь вы, по секрету, вам сказал. Поэтому там я буду экспериментировать со всем, что только возможно, потому что мне это интересно. Вот просто интересно. На 3-4 полноценной качественной выставки материал уже есть, но вряд ли сама презентация состоится в Запорожье. Нужен спонсор и культура. Наталья Никитина, Сергей Чалый, ТВ5.